Добрый день! В эфире Илья Вунг ТВ. У нас в гостях первый защитник прав человека в республике Армении Лариса Алавердян. Добрый день, Лариса Асатурна. Здравствуйте. Спасибо, что приняли наше приглашение. Спасибо за приглашение. Пришли в нашу студию. Лариса Асатурна, по поводу недавних выборов. Многие говорят о грубых нарушениях, о том, что предвыборная кампания проходила в такой обстановке, когда угрожали расправами, увольнением с работы. И несмотря на то, что говорят, что выборы цикл, они признали результаты выборов, но можно ли считать такие выборы легитимными, когда такая обстановка страха, угроз? Спасибо за вопрос. Я очень высоко, кстати, ценю ваш вопрос, потому что есть три направления в этих выборах, которые вы все затронули. Это нарушение, это атмосфера, которая проходила выборы. Это, наконец, вопрос легитимности. Являются ли такие результаты, утражающие реальную ситуацию? Прежде всего, про атмосферу я все-таки начну. Атмосфера угроз, насилия, страха, она фактически превалирует в нашей стране уже более трех лет. Я вам напомню, что исполняющий обязанности премьер-министра пришел к этой должности, занял эту должность под давлением достаточно большой массы народа. И члены тогдашнего национального собрания с перепугу, не проголосовав первый раз, будучи против просто, по убеждению, проголосовали 8 или 9 мая, проголосовали за того же самого человека. Не надо поэтому удивляться тому, что пришедшие к власти на волне давления, оказание давления настолько, что это физическая расправа могла настичь какого-то депутата, женщин в том числе. Я не хочу напоминать все эти формулировки. То есть эта группа людей, хунта, я их называю, которые пришли к власти, они владеют, филигранно владеют именно этой технологией. Мы очень много говорим о манипулятивных технологиях. В манипулятивных технологиях особое место занимают технологии, которые нагнетают страх, панику и делают человека игрушкой в руках этих манипуляторов. Собственно, вот эта атмосфера, она, безусловно, сыграла самую главную роль. Что касается нарушений, у меня нет сомнений, что такой маэстро в фиксации нарисованных чисел, такой, как господин Макучан, не применил использовать все известные ему методы. Поэтому я не принадлежу к тем лицам, которые поверят, что вот это нарисованные 53,92. Знаете, настолько искусственно само это число, что нам надо понимать, что оно действительно нарисовано. Почему я считаю, что это нарисовано? Потому что у нас есть подневольные люди, извиняюсь, пусть они меня все простят. Это армия, которая, как правило, голосует по приказу. Это все уголовно-исправительные учреждения, которые практически тоже. Это очень легко уследить, потому что это достаточно заметная часть электората они составляют в тех местах, где голосуют. Наконец, это демонстративное и лихое использование административного ресурса. Я подбираю слова, понимаете? Потому что, когда я обычно говорю о политике Азербайджана, в частности, о политике в области гуманитарного права, я использую всегда одну и ту же формулировку, Азербайджан не просто нарушает какие-то нормы, он демонстративно себя противопоставляет этим нормам. Я очень сожалею, с болью в сердце, я должна сказать, что использование этого административного ресурса в Армении на этих выборах было точно по этому лекалу. То есть не просто нарушения какие-то, не просто использование, а демонстративное противопоставление каким-либо писанным нормам, касающихся запрета использования административного ресурса. И, безусловно, в такой ситуации согласиться с выводами тех высоких должностных лиц, которые осуществляли мониторинг, будь то со стороны Запада, будь то со стороны России, они мне абсолютно не внушают никакого доверия. Они не добавили уверенности в легитимности в результатах этих выборов. И я скажу почему. Я сама была депутатом, я была много лет подряд наблюдателем выборов самого различного уровня. И я не могу забыть, что даже тогда, когда было очевидным образом нарушались совершенно неприкасаемые нормы, вот так я скажу, все равно тогда тоже мониторинговые эти комиссии высокого уровня, они говорили, что да, конечно, нарушения были, но они не повлияли на результаты выборов. Поэтому для меня вот такая формулировка не странная. Другой разговор, что, например, предпоследний, до того, при прежних властях, выборы все-таки прорвался голосом мониторинговой группы. Они говорили, что были также и серьезные нарушения, но, правда, они тоже не повлияли. В данном случае мы имеем прямо единодушие, удивительное единодушие таких различных комиссий по признанию легитимными этих выборов. Возникает вопрос, почему все-таки. И я не дожидаясь, извиняюсь, вашего вопроса, хотела бы сказать, когда мы говорим о всех внутренних причинах, об одной я не сказала, обязательно я к ней буду обращаться. Я хотела бы, чтобы все просто хорошо представили, что мы живем не в безвоздушном пространстве, менее какой-то там остров где-то вдали от всего мира. Здесь работают чрезвычайно умелые центры, для которых это власть, которая готова сдать все. Что? Не только никакого права не имеющие эти власти сдали Арцах, но никакого права не имели. Я свое публичное удивление по этому поводу уже выражала, что что за подпись под трехсторонним заявлением одного лица, который сказал, что он не выбран народом Арцах и никаких прав не имеет в отношении. Каким же образом затем высокая сторона России все-таки решила признать? Почему? Да потому что годы подряд уже со времен первого президента Ливона Терпетросяна был достигнут печальный консенсус по поводу проблемы Арцаха. А именно, что нету нигде письменного, я хочу вам сказать, это все по умолчанию, что надо, чтобы все бывшие советские республики оставались бы в своих советских административных границах. Я еще раз хочу четко артикулировать, никакого письменного документа, содержащего такую фразу, нет. ООН ничего никогда не говорил о границах. ООН не имеет ни функции признания, и тем более признания границ. Я прошу всех экспертов, всех аналитиков, всех вообще говорящих об этих вопросах, не использовать это выражение. ООН признал бывшие советские республики в советских границах. Вы меня извините, это безграмотность, и это манипуляция политическая. Юридическая – это безграмотность, а политическая – это манипуляция. Таким образом, с первого президента было достигнуто Запад в лице США и Европы, а также Россия, тогда была Ельцинская Россия, было достигнуто соглашение, что надо бы, чтобы все оставались в своих границах, подальше, как говорится, от всяческих проблем. И Армения в лице своего первого руководства, в лице АОДа, согласилась с этой, не могу никак слов найти, но пораженческой оппозиции. Я понимаю, что очень трудно говорить с международным сообществом в лице крупных этих игроков, но говорить надо. Более того, не разрешали говорить и распространять эту информацию на уровне экспертов. И поэтому, конечно, эта хунта – находка для тех, кто достиг консенсуса с первыми властями Армении по поводу вот такой маршрутной, что ли, карты. Именно не дорожной, а именно маршрут, как это должно происходить. Поэтому, я думаю, здесь сыграло это огромную роль. Это согласие всех крупных игроков международного сообщества, что давайте оставим эту власть до тех пор, когда еще эти коридоры проведут. Вот эти коридоры, которые нанесут еще один смертельный удар по суверенности, по суверенитету Армении. Это обязательно. И, наконец, то, о чем я не сказала. Вы знаете, я многократно говорила, что политические силы не знают социологического портрета нашего общества. Мне посчастливилось работать буквально по всей Армении, по самым удаленным селам еще с советских времен, затем в годы независимости. И на моих глазах происходило изменение вот этого портрета армянской провинции. Это достаточно болезненно, но надо, знаете, надо иметь мужество, признать то, что у нас наше общество. Не просто разобщено, не просто оно не видит, там нет у нас единения вокруг таких проблем, как безопасность, государство, как государство. Вы знаете, у нас есть достаточно серьезный процент людей с протурецкой ориентацией. Не этнически. Я хочу, чтобы все это... Я защитник прав человека, у меня вообще нет этнического подхода к вопросам. Я говорю о политической ориентации. За эти годы работа очень многих центров привела к тому, что в Армении сформировались достаточно большие группы, целые страты в обществе, которые воспринимают все то, что было. И не где-то 100 лет назад геноцид, а то, что было 30 лет, 33 года тому назад, те геноциды армян уже со стороны Азербайджана. И даже то, что была геноцидная агрессия с сентября 2020 года, которая продолжается до настоящего времени. Это геноцидная агрессия. Называть ее таким нейтральным словом, как война, я считаю политической близорукостью. Это должно быть определено по своей сути. Это агрессия, потому что вооруженное нападение даже на непризнанное государство, это по определению ООН, есть специальная резолюция, а это есть агрессия. А геноцидная, потому что она направлена не просто на захват территории или уничтожение граждан каких-то. Нет, это направлено на уничтожение, вытеснение или ассимиляцию конкретно армянского населения. Лариса Ассатурна, вы говорили о провинциях, то есть можно говорить, что протурецкое население больше находится в провинциях. Мы знаем, что Никола Пашинян и его партию больше как раз в провинциях поддержали. То есть это как-то связано? Давайте, значит, да. И еще один вопрос уточняющий. То есть получается, что вот эта часть населения, они не воспринимают Турцию как врага, не видят вот этого? Спасибо, мой вопрос. Если я начну со второго. Да. У нас достаточно уже высокий процент есть населения. Где-то около не меньше 15%. Я так, ну это вприкидку. Это не на основе каких-то академически выверенных методов социологического опроса или изучения. Но это точно есть такое. Потому что я повторяю, у меня просто сфера моего общения как по вертикали, так и по горизонтали очень такая обширная. И это мне дает право об этом говорить. А в доказательство я приведу то, что я обычно говорю. Когда в 2009 году были подписаны армяно-турецкие, так сказать, протоколы, я была тогда депутатом. Есть такая печальная страница в моей биографии. Вот я была депутатом. И тогда я тоже много очень, так сказать, наносила визиты во все стороны нашей, нашей, пусть маленькой, но все-таки странной. И я тогда была потрясена тому, что, например, в Шираке, не только в Гюмри, а других, были народные гуляния по поводу того, что вот скоро будем брататься с Турцией. То же самое было в Араратской долине, если не ошибаюсь, в Армавире. То есть такое вот обывательское восприятие, что когда откроются эти границы, мы заживем прямо замечательно как, потому что эта блокада нам сделала то-то, то-то, то-то. Вообще разговор о блокаде особый. Я удивляюсь, что в армянском политическом поле на эту блокаду и аналитику этой блокады так мало обращалось внимания. Я уже не говорю на международных площадках. Никогда не поднимался вопрос, что это тоже форма агрессии. Но и серьезного изучения, что дает, где наносят ущерб и чему может положительно способствовать блокада, никогда к этому, за исключением одного-двух каких-то случаев, не обращали внимания. Так вот блокада в этом общем понимании, блокада, война, Карабах, вот это все мешает хорошо жить. И опять напомню слова первого президента, обращенные к достаточно тогда популярному журналисту. Вот как только решится Карабахский вопрос, мы только тогда заживем хорошо. Это отравляющая пропаганда. Она разъедала сначала, во-первых, опедненный народ. Народ был мгновенно этой шоковой, так называемой, терапией. Буквально он был ввергнут в пучину бедности. И когда хоть какая-то там мысль, какие-то слова появлялись, это отравляло души этих людей. Они действительно думали, что это так замечательно. И вот одна задача будет решена. Поэтому да, прежде всего провинция, как я сказала. А с другой стороны, провинция всегда была более управляема. Провинция каким-то шестым чувством знает, кто останется у власти. И она голосует за власть. Это всегда позиция слабого. Да, у нас мы провинцию сами довели до такого состояния, когда она лишь частично, лишь малая часть ее рискует голосовать по воле разума. Как правило, это совершенно какие-то дополнительные какие-то аргументы, которые она сама себе в оправдание приводит. И поэтому легитимными считать, как я уже сказала, нельзя. С провинцией надо работать, народ свой надо любить. не во время выборных кампаний. Вы знаете, я 30 лет об этом говорю. Удивительно, но факт. У нас политические партии образуются, всплеск такой новых партий как раз к новым выборам. Это позор. Это означает, что у нас еще не состоялось политическое пространство, что у нас используются самые примитивные технологии. И, к сожалению, образовательная система, социальное состояние и вообще общий культурный регресс, он способствовал тому, что чем дальше от столицы, тем менее подготовленная публика и электорат. Это не в обвинении, я хочу сказать. Это не их вина, это их беда. Работать надо с народом. В его обычные дни, когда у него масса проблем, он один на один остается с местными властями, которые год из года все больше и больше управлялись морспетами, а морспеты были буквально под управлением центральных властей. То есть даже институт самоуправления, мы так гордились тем, что приняли закон в 95-м году, постепенно этот институт тоже был размыт до нельзя. Поэтому я считаю, что то, что мы имеем сегодня, это результат всех этих обстоятельств. И я из тех, которые никогда не признают поражение как конец. Я считаю, что из любой ситуации, в том числе поражение, надо извлекать уроки. Мои все студенты это знают. Надо извлекать уроки. И если не получилось сегодня, значит, это предтечет твоих будущих побед. Значит, надо работать, чтобы получилось потом. И то, что мы имеем те результаты, частично нарисованные, частично под давлением, частично под манипулятивными, никакого значения не имеют, потому что это уже полученные числа. Значит, надо работать с тем, чтобы не рисовались числа. Надо иметь достаточно сильные мониторинговые группы. Вы знаете, в селах, в большинстве сел, в регионах не было наблюдателей от, так сказать, оппозиционных сил. Просто не было людей там, что в комиссиях нету, потому что должны быть парламентские партии при Сталине. Это понятно. Но все остальное уже ваше. И это не было использовано. Было какое-то такое, тоже лихое какое-то, какая-то лихая уверенность. Ухущение, да. Вы знаете, в чем была уверенность? Вот этот оптимистический взгляд на народ. Я и обвинять тоже никого не собираюсь. Я делюсь с вами мыслями. То есть, никому в голову не пришло, что власти, позорно бежавшие с поля боя, именно власти с дипломатического поля боя, я имею в виду, позорно провалившие все, что было после подписания, позорно продолжающие капитуляцию перед уже частью Турции, а именно Азербайджан сегодня не обладает суверенитетом. Это часть Турции, политическая, точно. И вот у оппозиции была уверенность, ну, какая-то такая, знаете, добрая уверенность, что, может быть, чтобы после таких провалов кто-нибудь при уме, при здравом размышлении отдал бы голос. Я вам хочу сказать, что общество – это гораздо более сложный организм, с ним действительно надо работать. Несмотря на все это, результаты были отчасти ожидаемые уже? Для меня ожидаемые. Я немножко была удивлена, когда другие говорили, что неожиданно. Для меня были ожидаемые, потому что, повторяю, у меня очень такое тесное общение со всеми слоями населения. Еще во время предвыборной кампании Никол Пашинян говорил о кадровых чистках, он тогда говорил о стальном мандате, выходил с молотком, что как-то было немного странно. И мы уже наблюдаем, что происходят кадровые чистки. Уже вчера секретарь Совета Безопасности Армении, Армен Грикориан, заявила об этом из сегодняшнего дня. Мы слышим, что стали увольнять людей из разных госучреждений. Вы, как защитник прав человека, ваша реакция, как люди могут защитить свои права? Я вам хочу сказать, это все-таки, когда я говорю, это хунты, это группы, это необразованные люди. Они, конечно, умеют читать, писать, усвоили на семинарах, я знаю, какие-то семинары, какие-то мертвые схемы, какие-то формулировки, но по-настоящему это необразованные люди. Образованный человек не может называть себя демократом, и даже светочим демократии чуть ли не для всего мира, а потом говорить о стальном мандате. Вы понимаете, когда говорят, что Армин Григориан секретарь Совета Безопасности, я всех призываю, пристегните мне безопасности, потому что это очень опасно, когда человек абсолютно не владеющий, не профессионально, не морально, не каким-либо иным образом, не владеющий этой областью, а именно проблема безопасности государства, когда он оказался на этом посту. Пристегните ремни безопасности до тех пор, пока у нас эта власть таким образом комментирует демократию. Теперь, что касается молотка, это, вы знаете, что в свое время была диктатура пролетариата, да, серп и молот, и потом очень много это обыгрывалось интеллигенцией, болью и печалью обыгрывалось. Так вот, молоток уже есть, а вот названный вам человек заговорил о серпе. То есть демократия и диктатура одной партии – вещи несовместимые. И когда мы говорим о правах человека, то тут прямое нарушение – это право на выражение своего мнения. Казалось бы, именно придя к власти, неважно как, они должны либо продолжить манипуляцию демократии. Но, видимо, им уже надоело, да и немножко это труднее, чем говорить о диктаторских. Это диктаторские замашки, какие-то там организуются группы, которые люди преданные лично и прочее. Европа пережила это все еще в середине прошлого века, когда Пиночет, до этого еще Франко, до этого Салазар. Европа переболела этим сразу после Второй мировой войны, Греция, военный переворот и прочее. Европа прошла это. Мы теперь находимся в 21 веке физического времени, но наше политическое время при помощи таких вот горе-политиков оно нас возвращает на век назад. Даже не в середину 20 века, а где-то начало 20 века Германии. Когда мы говорим о народе, о его качествах, я напомню, что германский народ один из самых развитых. Вообще я восхищаюсь поэтами, философами. Это другой уровень. Музыканты. Это нечто. И вот этот народ попался на удочку параноику. Поэтому я хотела бы, чтобы вообще прошу всех политикам, не надо так часто ругать народ, что как он так смог сделать. Всегда помните, что действительно великий, развитый народ, он попался на удочку параноику. Поэтому вместо того, чтобы удивляться или как-то обижаться на народ, это как минимум, повторяю, надо с ним быть ежедневно в его заботах, рядом с ним. Любая партия снова потерпит поражение, если она не учитывает, что социально незащищенная, правовым образом незащищенная, получившая некачественное образование с ужасным качеством на местах здравоохранения, такое общество подвержено скорее таким вот манипулятивным технологиям, нежели программы, серьезные устремления. И для того, чтобы мы все для этих людей стали бы своими, нам надо ежедневно быть с ними рядом. Если это такая большая партия, у нее есть ресурс. Если в данном случае голосовали за Айастан 270 тысяч, это значит, есть люди, которые на местах ежедневно с сегодняшнего дня должны работать там. И только так в живом общении происходит прозрение человека, а не во время кампании агиткомпании. Во время агиткомпании они слушают полуха и скорее всего думают, когда это все кончится. Так оно и было. Ну вот во внутренней жизни страны мы можем ожидать новых репрессий на ваш взгляд. Обязательно. Вы знаете, я вам хочу, я только что сказала, они другого не умеют делать. Смотрите, что такое управление? Это огромный такой свод методов управления. Они владеют несколькими. Напугать, санкции, наказать, изгнать и обмануть. Вот вот такие методы. Потому что обман тоже там бывает, что управление говорит, надо его как-то продержать, потом чтобы. А вот они только этими владеют. Они не имеют. только во внутренней политике, во внешней. А во внешней политике у нас еще раз нам давайте обратимся, что делают новые власти. Я знаю печатное издание, печально известное печатное издание, которым главным редактором был известный нам гражданин Пашинян. Там все сказано. Армян ненавистничество, которое пропагандируется в Азербайджане, оно должно учиться у газеты, которой руководил гражданин Пашинян. Такой ненависти, такого неприятия армянского истории, культуры, как бы это ни было неприятно, я призываю все-таки людей прочитать его, эти материалы. Там что ни номер, то облить грязью все, что нас может нашей истории воскритить, вызвать скорбь, в конце концов. Все было обсмеяно, оболгано, облито грязью. Это не просто так, это убеждение в отношении того, что Армения недостойна иметь какое-то там современное, суверенное какое-то государство. Вы посмотрите на Турцию, какая она, посмотрите, какая мощь. И поэтому не надо думать, что это все за деньги. Я всегда расстраиваюсь, когда говорят, сколько дали там и сколько дали. А что вам легче будет, если они это даром делают? Это убеждения, убеждения антиармянские. То есть они союзники наших соседей, у которых одна единственная цель в отношении армян вообще – это довести до конца геноцид. Везде, где живут они компактно, везде. Это значит, и в Лос-Анджелесе. оттуда их вытеснить, но сначала распространить по всему миру, что это вредное сообщество, от него только вред, они хуже, чем фашисты. Это обычные слова, которые вы можете встретить на страницах и на сайтах азербайджанской. И поэтому эта власть исключительно пришла к власти для того, чтобы реализовать турко-азербайджанские планы и в отношении Арцаха, и в отношении Армении. Я говорю и тоже сама себя, я всегда говорю, ну, нету такого понятия отдельно безопасность Арцаха, отдельно безопасность Армении. Это единая безопасность армянства. Просто на первом, вот на первой линии стоит Арцаха армянства, затем идет армянское, затем Ахал-Цехе, Джавахт и все остальное, то, что есть в Грузии, и далее по всему миру. Вы понимаете, у них это все написано письменно, все это сделано на карте Азербайджана, которую они представили в 1919 году Парижской мирной конференции. Армения это треугольник, половина Севана к Еревану. Мы знаем, что сегодня они претендуют и на Ереван, и полностью на Севан. Это не какой-то сиюминутный придуманный какой-то шаг. Это, повторяю, краткосрочная программа Турции. Это сто лет. Среднесрочная у них триста лет. Долгозрочная пятьсот лет. Вы мне можете сказать, у нас есть какая-нибудь программа на ближайшие десять лет? Нету. Одно то, что у нас нету стратегии сегодня для не просто противостояния той враждебной стратегии политики, а просто стратегии развития. Одно то, что мы сдаем не просто непринадлежащие и не находящиеся под контролем Армении территории Арцаха, но и саму Армению. впускаем, вы что думаете, они там отдыхают, они осваивают эту территорию. Это означает, что мы не на краю пропасти. Дорогие мои, давайте прямо посмотрим в глаза фактом. Мы в пропасти. Вот задача, которая стоит перед тем, что есть мыслящее в Армении, выйти из этой пропасти, пока нас не закопали. Это я никогда не верю в какие-то катастрофические сценарии. Я всегда буду бороться и всегда уверенно буду побеждать. Но я хочу, чтобы поняли все, кто выбирал по разумению, по неразумению, под давлением или без давления. Вы выбирали только азербайджанскую политику геноцида армян. Все, кто признаются хотя бы сами себе в этом, это те, которые будут вредить все время при любой власти. Они будут вредить Армении. но те, которые вы еще все-таки не хотите. Вы понимаете, что Армения дорога человечеству, потому что мы оставили свой очень четкий след в цивилизационном развитии человечества, и мы можем еще это продолжать. Если экологам дорога одна бабочка, которая вдруг исчезает, и такой шум, насколько дорого человечеству каждое сообщество национальное, особенно то, которое имеет свой след в цивилизационном развитии. Вот где нам надо искать наши задачи, которые стоят перед нами. Вызовы, конечно, угрожающие, но нет безвыходного положения, как говорят в англичане давным-давно. Но выход с другой стороны, выход в стороне той, где есть рацию, где есть мышление, где есть нравственность, где есть сердце, которое в полном объеме любит свою страну, не оставляя места для ненависти к кому бы то ни было. Ну вот сейчас один из самых острых, болезненных вопросов, это остается вопрос пленных, которые в Баку и над которыми сейчас уже ведутся судебные заседания, ведутся, их обвиняют в самых тяжких преступлениях, не принимают, что они военно-пленные, и вот буквально на днях, в том числе сегодня, депутат Найра Завропян говорила, что она была в Совете Европы, встречалась там с руководителем азербайджанской делегации, и их позиция такова, что если Армения признает целостность Азербайджана, в том числе с территорией Арцахов, то в этом случае они могут рассмотреть вопрос возвращения пленных лиц. Как будет решаться вопрос пленных? Я вам хочу сказать, то, что делает Азербайджан, это преступления, причем, знаете, целая сумма преступлений, если мы начнем с 27 сентября, это военные преступления, это преступления против человечности, против мира, это против человечества, то есть четыре, вот я назвала вам таких крупных, это Азербайджан, но все бы было, конечно, решаемо, если бы не те преступления, которые совершили, я уверена, вот те шаги, которые содержат все признаки тяжких преступлений со стороны армянского руководства, а именно, когда 9 ноября подписывались документы о сдаче территории, а затем по устной договоренности сдавались другие территории, что там не было солдат, там были воюющие отряды, территории были сданы вместе с воюющими отрядами, им было приказано сложить оружие, это людей сдали вместе с территориями, это тяжкое преступление этих властей против своего народа. Даже одно это лишает всякого авторитета эту власть в международном сообществе, поскольку вообще проблема военнопленных это тяжелая проблема, обычно страны, попадающие в такую ситуацию, пользуются своим авторитетом, приобретают себе союзников в лице той или иной страны, той или иной силы в какой-то стране и начинают работать. Эта власть никого не сможет вернуть без совершения очередного преступления. И то, что Азербайджан или его представитель так четко произносит эти слова, меня это абсолютно внушает такое, знаете, убеждение у меня, что такая договоренность есть. Такие вещи не говорятся просто так. за такими выражениями уже есть работа с теми властями, которые сейчас остаются. Безусловно, это, как я сказала, даже международное сообщество ни одной санкции не примет против Азербайджана, ни за агрессию. НАТО вообще не будет никогда говорить о том, что член НАТО совершал агрессию в стране никто не будет об этом говорить. Об этом не будет говорить Россия. Она играет короткими шагами. Сегодня у нее идет такой доброжелательный фон работы с Турцией. Это исторически повторялось много раз, затем наступали другие периоды. Поэтому я думаю, что это как раз не просто трагедия людей и прочее. Это преступление, за этим стоит. Я всегда говорю, за каждой трагедии ищите преступление конкретных групп и людей. За каждой трагедии. Это геноцид, значит, это есть преступление. Если мы видим вот это почему-то ставшее таким государственной тайной число военно-пленных и без вести пропавших, вы меня извините, для кого это вообще? Это разговоры в пользу бедных какая-то тайна. Это все говорит о том, что есть договоренности в предыдущих этапах и Азербайджан да, будет добиваться и не исключено, что от этих властей получит такое согласие и международное сообщество не будет идти против властей Армении, которые соглашаются. Вы понимаете, почему я сказала, что это находка, вот такая группа лиц во главе со своим вождем, потому что это вписывается в мертвые схемы, вот какие у вас были границы, пусть и остаются, повторяю, ни одного письменного документа нет, наоборот, в том заявлении 12, где говорится, что мы можем признать Россию и другие советские государства, если они признают права человека, уставы, прочее, там написана такая фраза, признание этих государств не предопределяет границы. Ну, я хочу, чтобы все мы были, ну, хотя бы знали бы документы, но как раз все остальное, так называемые по умолчанию юстные договоренности привели к тому, что именно первая армянская элита во главе с первым президентом и сегодняшняя хунта, пришедшая к власти, они как раз таки идут по этим договоренностям, которых нету письменно, но которые были получены устно. Лариса Асатуровна, говоря про роль России в этом конфликте, в решении конфликтов, поствоенной ситуации, на ваш взгляд, она исполняет свои союзнические обязательства в полной мере? А Армения выполняла свои союзнические обязательства в полной мере? Вы помните, какое начало было отношений с Россией? Я хочу все... Почему я так говорю сразу на Армению? Знаете, Паскаль, такой великий математикой философ французский еще во время Наполеона, он говорил, если вы ищете ошибки своих поражений не в себе, а в Византии, то вы неправедный человек. Лишь тот праведный человек, который ищет причины в себе. это как вступление. Теперь про Россию. Я пару раз уже обратилась к этому. Россия имеет руководство, которое по-своему, понимая национальные интересы, защищает их без каких-либо оговорок. И в этом смысле Россия исполняет свои союзнические обязательства ровно в той мере, в какой это отвечает ее национальным интересам. При этом буквы договора могут не нарушаться. Вообще в международных договорах все очень правильно делают, обращают внимание на письменные формулировки. Я хочу обратить внимание на все, что между строк и на все, что в деле. То, что не написаны документы положены, а как это происходит по жизни. Я много раз говорила своим студентам и с удовольствием повторю, что международные отношения зыждятся на доброжелательных межличностных отношениях. Без межличностных хороших отношений не бывает хороших международных отношений. И когда Армения в лице своих пришедших к власти этих людей брыкается и каждый раз пользуется случаем, чтобы каким-то образом понравиться какой-то третьей старания, то тем самым Россия себя чувствует свободной. Она может работать исключительно в рамках письменных договоренностей, а не в том объеме, в котором вообще предполагаются по-настоящему союзнические отношения. Я свою критику в отношении России говорила в разные годы по-разному. И сегодня я считаю, что это игра на короткую дистанцию со стороны России. Не буду никому давать советы, это страна с мудрыми дипломатами, но я хочу сказать, что все, что происходит в нашем регионе с Арменией, это не обязательно ограничиться этим. Просто история об этом говорит. И зачастую очень филигранные расчеты оборачиваются просчетами. я бы, конечно, не хотела. Я русскоязычный, русско-культурный человек, и мне дорого все, что происходит в стране Россия, все-таки моя из Советского Союза, еще ощущение этой общей большой родины, оно остается. И мне бы хотелось, чтобы российские дипломаты находили не только те лазейки, где выигрывает на короткой дистанции российская сторона, но чтобы она подумала и о достаточно близком будущем, когда так называемые сегодняшние союзники, они не скрывают тоже своих планов на будущее. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы к нам относились не с той меркой, каковой у нас власти сегодня, а с меркой, какой народ, какое у нас прошлое и какое будет будущее. Тут я имею много чего, много претензий, но я повторяю, эти претензии я не могу высказывать, потому что у меня больше претензий к своей власти. И если ты не умеешь свою власть привести в чувство, то говорить о другой является уже, по-моему, запредельным. На ваш взгляд, в каком направлении должна двигаться Армения? Вы сказали, что выход есть, он с другой стороны. Я скажу, знаете, может быть, это будет очень смело с моей стороны, но я считаю, что традиционные связи с Россией их трудно оборвать вообще за одну минуту и, конечно, хорошо бы их развивать. Но у России бывают периоды исторические, когда ей выгодно иметь хорошее отношение с Турцией, и, к сожалению, в этом случае разменной монетой оказывается Армения. Это не первый раз. Но есть такие государства, которые немножко далеки от нас, для которых усиление Турции прямая угроза их национальной безопасности. Это Китай, это Индия. И арабские страны, для которых тюркизм представляет из себя прямую угрозу исламу. Я все время это говорю. То же самое и для Ирана, и только для арабских государств. То есть это очень вещи, которые, по-моему, знают лучше меня очень многие классные дипломаты. так вот, я считаю, что надо работать и с теми странами, которые не враждебны России. И в то же время их опасения в отношении Турции сегодня более актуальны, чем для России. Россия как-то хочет играть на органе вот этим всем и что-то будет делать. для Турции, для Китая и для Индии Турция прямая угроза их историческому превалированию в этих регионах. У России, я повторяю, другая совершенно ситуация. Там другая. Я считаю, что армяне и не обязательно власти только. Я считаю, состоявшиеся группы, которые могут представить Армению на высоком профессиональном уровне, они должны обязательно работать и с этими странами. Повторяю, Арабский мир, Иран, Китай и Индия. Я почему назвала теперь? Потому что эти два направления нам уже знакомы. И несмотря на то, что мы все время продали... Со времен 90-х годов мы все время говорили, когда мы теряем рынки в Советском Союзе, надо работать на юг, на арабские страны. Никто нас тогда не услышал. Мы развалили страну, полтора миллиона работников заводовой фабрик остались без заводовой фабрик, не просто без работы, а физического не было места. И поэтому я считаю, что и тогда мы были неуслышаны. Власти сейчас не захотят, потому что это означает по-настоящему развивающуюся Армению. то уважение, которое мы еще пользуемся в Египте, в других арабских странах, в Индии, где очень правильно сказал один из бывших послов в Индии, он сказал, что один из высочайших чинов сказал, может быть, в Индии не знают Армению, но армян знают исторически. То есть нам надо с этим работать и работать серьезно. Нам надо показать, что не все сходится на этой власти. Это власть временщики, тут не может быть двух мнений, поэтому они торопятся сделать все плохое, потому что они понимают, что это их время короткое. Должны заявить о себе те силы и работать на всех фронтах, в том числе, как я говорила, настойчиво работать с народом, точно так работать с внешними нашими союзниками. Только так могут эти страны увидеть, что здесь не все сходится к этой странной власти, что здесь есть будущее. У Китая замечательные проекты. Я вам хочу напомнить, что еще до 1918 года такой был институт Минобороны, институт национальных стратегических исследований, возглавлял его генерал Хай Котянджан. И разработки этого института Минобороны, они были согласованы с Центрами Безопасности США, Франции, России, Китая. То есть мы можем, у нас есть этот потенциал. То, что эта власть изгоняет все, что может соприкасаться с чем-то полезным, это понятно, потому что они пришли разрушать. еще в 18-м году я говорила, что деятельность этой власти буквально один к одному похожа на действия разрушительных сект. Понимаете, поэтому та часть, которая считает, что она есть Энг, она должна работать на полную мощность. И более того. То есть если вы не работаете ежедневно на уровне своего народа, если вы не работаете, во-первых, не формируете эту новую национальную элиту, вернее, та, которая есть, ее не формируете, не выставляете ее на международной арене, тогда получается, что вот только эти невозможно, бессильные люди остаются в армии. На самом деле это не так. Поэтому я по природе, будучи оптимистом, я верю в Бога ко всему прочему. Я считаю, что Армения есть, была и будет, но для этого хорошая есть поговорка у карабахских армян. Асват анувин апартакан. Бог обязан только тем, кто сам делает что-то. Поэтому нам надо много работать. Лариса Асатуровна, большое спасибо за интересное интервью. Спасибо за вопрос. Я прямо, вы меня воодушевили. Спасибо большое. субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok